здесь граду быть о том что эти на первый взгляд еще не обжитые степи станут большим и современным городом в принципе известно давно еще в конце 60-х это было не то чтобы мечтой а скорее необходимостью архитекторов города прошлого века тут шахтыры здесь сидят хорошо знают эту проблему соединять спальню юго-восток с промышленным майкудуком начали еще в годы перестройки с этой стороны голубые пруды а гульдеры степной на той стороне и это все было что-то вроде первых предместников большого мегаполиса мы делаем не центр города мы делаем центр области генеральный план должен решить проблему 20-летней давности хаотичной застройки города но что известно главном городском документе простому обывателю давайте разбираться мне сегодня показали где будет новый центр караганды на юго-востоке на открытой площадке это то как я устроил астана на чистом поле на чистом поле уже загудела техника в принципе новый город строить уже начали поэтапно с юго-восточного направления дом за домом площадка определено на 1200 гектаров ориентировочная площадь ее она разделена на этапы и первый этап это 150 гектаров так называемые панели в этом большом районе даже в ближайшие 45 лет на 150 гектаров будет строиться и дома и стадион огромнейший кстати это для жителей майкуду когда ко вниманию их в ассоциации застройщиков о предстоящем строительном буме говорят просто мы этого ждали очень долго а ждать действительно пришлось между идеей и воплощением большая временная пропасть тогда когда я еще здесь работал мы знали что вот той караганде сейчас находится аквимат и все остальное под этой карагандой миллиард тонн высокой качества угля до сих пор есть в 76 году были предложения именно жилой застройкой занятий эти территории но вот в результате анализа такого глубокому пришли к выводу что надо не концентрированный город создавать караганду он сам исторически разбросан сам новый центр это квадрат с проспекта республики взлетная полоса улица момышулы проспект шахтеров и татимбета вот здесь первую очередь и будет вестись строительство в новом генеральном плане мы уже пришли к системе центров то есть мы говорим да есть центр области да который объединяет экономику области там и бизнесе и администрирование там и так далее и должны появиться так называемый линейный центр они уходят по трассам глубину общественно деловая зона такая центр он у нас ушел по седьмой магистрали торговые у нас пошло по бухар журау с выходом на университет судьба каждого городского района была определена еще в прошлом веке в основу генплана легли разработки киевских ученых сделанные еще в 90-х в итоге было определено что основное направление в котором должен развиваться город север-юг если проще майкудук юго-восток от юго-востока старого начиная до майкудука это как раз та площадка строительная которая наш город сегодня он почти полумиллионный он превратится в миллионный 500 тысяч человек я мечтал бы чтобы караганда была тоже миллионным городом пришахин сможет быстро добираться до нового города майкудук по умолчанию априори будет рядом с юго-востоком и новый центр соответственно генплан десятилетней давности помнит наизусть может по памяти ручкой начертить его на листе бумаги для караганды важно очень именно скоростные связи вот между районами то суббеков руководил авторской группой архитекторов именно они в нулевых презентовали как тогда говорили новый генеральный план караганды не было четкого видения как все таки в новых условиях его застроить и вот в 2007 году нам удалось найти эти решения если советские умы мечтали разбросанный город собрать то группа тусубекова предложила альтернативный вариант то что мы считали сюда недостатком и предыдущие градостроители думали как с этим справиться как город собрать на одну территорию а в самом деле оказалось что это положительный факт тут без мировых градостроительных трендов не обошлось когда мы посмотрели мировой опыт мы выяснили что именно вот идея полицентричности она как бы наиболее современные то есть она дает так и делать отдельные районы между ними лесопарковые зоны зону отдыха там и так далее генеральный план очень практичен для населения в нем большое внимание социальным объектам хотя раньше это задвигалась на второй план жилые дома строили плотно генеральный план наш новый он получился попал в самые современные тенденции вот мы проектируем жилые массивы да мы их проектируем сразу жилые дома и тут же социальные объекты не только объекты бизнеса там допустим на первых этажах которые строятся это обязательно школа планируется это обязательно поликлиника планируется ну и некоторые там торговые точки правда сколько конкретно будет больниц школ и детсадов сказать трудно это советский генплан строго регламентировал что и в каком количестве строить а современные только прогнозируют его помощью резервируют площади для определенного типа застройки хотя где будет областной акимат сказать можно уже сейчас площадки зарезервированы для таких политических зданий да и в целом как бы вопрос только времени также в планах строительство концертного зала на 1500 мест сейчас готовится проектно смертная документация центра борьбы плавательного бассейна а за домом дружбы есть место для дворца детей и юношества комфортно будет для всех слоев населения мы можем учитывать все слои населения от самых бедных до супер там специализированных магазинов там и так далее если большой стройке на юго-востоке не только слышно но уже и видно то вот там айкудухской стороне пока известно мало о развитию селитивных территорий микрорайоны которые предшествуют голубым прудам они в планах есть это северо-восточный планировочный район с левой стороны юго-западный планировочный район стоит отметить на так называемом юго-западе уже проложены инженерные сети на следующий год в планах начать строить жилые комплексы по северо-востоку ситуация немножко сложнее там ждут мы ждем как бы проекта третьего тепловывода для того чтобы обеспечить эту площадку всю тепловую энергию строительство первого этапа обойдется в 460 миллиардов тенге причем 80 процентов этой суммы вне бюджетные источники предприниматели бизнес сам рынок будет формировать то что объекты будут строить задача государства это подвести инженерные сети транспортную дорожную сеть более тысячи гектаров это огромная масса строительных работ застройщики к большой работе готовы уверены она даст существенный толчок строительному бизнесу и очень надеемся на то что ближайшее время вот наши компании из тех отстающих мелких таких производств превратятся в достаточно солидные фирмы с хорошими оборотами новый центр это и отличная возможность привлечь иностранный капитал некоторые инвесторы уже стучаться в новые двери нового города сегодня мы открыли границы сегодня у нас глобализация это что означает это значит что сюда могут прийти и россияне и китайцы что в принципе сейчас происходит да любые абсолютно любая компания из любого региона из любой страны может прийти сюда и осваивать ту площадку которую мы сегодня имеем но задача нашего строительного кластера который создан по инициативе ассоциации это дать большой импульс развитию наших местных предпринимателей местная компания евразия билдинг новую строительную площадку по-хорошему облюбовала давно работают сразу на нескольких больших проектах вот этот объект он каким будет это же поэтажности я имею ввиду в италии мы находимся сейчас на ком жилом комплексе комфортный дом новом городе он будет 22 этажный жилой комплекс состоять будет из трех блок секций строить в новый город это для вас как для предпринимателя это выгодно течение я думаю пяти лет мы будем сейчас видеть такой бум строительный бум то есть мы сейчас находимся прям скажем так центре карак будущей центре караганды этот район полностью поменяет облик караганды по самым смелым прогнозам на новых территориях должно появиться до 10 миллионов квадратных метров жилья компания дархана к примеру по региону строит 400 тысяч все строительство на сегодня она ведется городе астане да здесь 200 километров и все но новые технологии новые дома все строились по сегодняшний день там на сегодняшний день мы наблюдаем то что и рынок строится караганды начала оживляться проект этой компании носят название комфортный дом здесь будет подземная парковка продуманная логистика в этом доме запланировано у нас 214 квартир это порядка если даже умножить средняя статистическая семья это три человека да это порядка там более 600 человек здесь будет на первое высотное здание в каркаде в 22 этажа строим его напротив здания горзины найдут ли своих жильцов комфортные дома в компании даже не сомневаются отдел продаж практически не пустует это наш центр продаж комфортных квартир у нас предоставлены макеты наших будущих проектов на стаде строительства данный дом комфортный дом новом центре он находится за ледовым дворцом карагандой ареной сейчас на стаде строительства окно мне знаете что интересно вот квартира все-таки это не так дешево в смысле тем не менее как продажа у вас есть на новое жилье спрос есть просто на жилье давайте я вам покажу если к примеру взять этот месяц на данный момент у нас по данным проектом который сейчас у нас на стаде строительства распродано 34 квартиры по ценам на новое жилье то здесь застройщики уверяют что они будут более чем доступными но в рамках средней стоимости на недвижимость президент сказал масштаб настроить то есть не отдельными домами а поскольку площади позволяет мы будем строить большими кварталами микрорайонами это будет удешевлять еще себестоимость строительства и мы сможем удешевить в целом стоимость квартир плюс к этому райончик что называется будет центральным этому человеку который допустим там сегодня планирует приобрести жилье просто крупно повезло я считаю это будет очень красиво сам город караганда он изначально рассчитывался как миллионник караганде уже есть новый город советское время людей сюда переселили из старого так как жить там было уже не безопасно судьба нынешнего нового города архитекторов также предопределена вот новый город мы предполагали что он будет как исторический это да да он камерный здесь великолепное есть решение градостроительные чисто это делал кузнецов в свое время хохло кузнецов они применили ну уникальные просто градостроительные решения нынешний центр караганды это уникальное сочетание частной и многоэтажной застройки вот посмотрите идет улица лейна бульвар мир идет а между ними особняки спокойно существует параллельно идет улица танкистов сочетание потом то что они сделали вот бухар жирау гоголя это на на прострел как бы улицы идут скоростные кида а поперечные они в тупик упираются под тупиком имеется ввиду архитектурные решения например улица ленина упирается в шелк ему это создает ансамбль стоит отметить градостроители тогда предпочли перпендикулярному решению пространство планировочно получился очень интересные такие решения и город не скучно интересно но аналогов карагандинской застройки больше нет новый город он уникальный он сделан уютный такой квартальный такое бульварно квартальное планирование вдохновило и нынешних архитекторов а вот это свойство надо перенести на новую территорию элементы потихоньку переносят на юго-восток фрагмент такой сделано между степными гульдерами замыкается домом дружбы мы как бы тоже вот это кус маленький кусочек взят прием с нового города прям мы взяли и попробовали и он действительно срабатывает на новых территориях учли то что горожане будут видеть из окон своих автомобилей общественного транспорта город он воспринимается в движении и он не фотографичен так вот поэтому сделали когда пробивали магистрали скоростные основные мы сделали так чтобы люди увидели наши все озера реки тогда по идее новый центр должен стать очень зеленым учитывая что на этом месте есть так называемые немецкие озера говорят г караганда сухой город а он наконец не сухой мы просто его не видим наши все трассы так проложен что мы мимо них пролетаем мы их не видим не по-новому строить уже и нам не интересно и людям не интересно гражданам жителям города да да и не потребно новое жилье будут строить с учетом всех нынешних трендов не скучно не однотипно что называется по умному это будут совершенно новые дома мы вот опять таки в рамках классера планируем строить комплексы с энергоэффективными домами то есть это будут умные кварталы кварталы заиграет и новыми красками для каждого свой цвет или оттенок более того обзавестись квартиркой можно и с помощью всех государственных программ естественно все эти квартиры все это жилье будет работа реализовываться и по программе новой 7 20 25 и по той уже нам привычной программе норложер это будет и работать старые программы арендного жилья то есть в принципе все это работает и все это будет достаточно доступно власти уверяют что все это недалекое футуристическое будущее конкретных сроков конечно тоже нет но есть прогнозы и они довольно оптимистичны давайте будем что 5-7 лет это период в котором и мы думаем основной каркас того что сегодня мы планируем должен появиться президент страны видит в караганде четвертый город миллионик разумеется перспективе но а новый центр отличный стимул для роста населения может быть сразу так не получится но все равно перемещать центры построить красивый новый центр нужен для полумиллиона караганды перенос центра не в новинку у нас уже есть старый город есть новый который по замыслу тоже скоро станет старым старым новым городом специфика развития города на вот угольных территориях то что мы видим раздельные планировочные районы пришахтин смайкудух новый город юго-восток это не будет затрагивать сегодня на этом все подписывайтесь на нас социальных сетях и не забудьте заглянуть на наш официальный сайт смотрите телеканал сарарка и тогда у каждого будет свое место для шага вперед всего доброго а